здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина я рада вас приветствовать на своем канале если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения думаю на моем канале вам будет интересно я стараюсь для вас практически каждый день снимать новые обучающие видео уроки мастер-классы также делюсь с вами интересными идеями по вязанию крючком и спицами сегодня к вашему вниманию я предлагаю очень красивую модель это жакет можно связать кардиган жилет кофточку красивым легким ажурным узором узор вяжется крючком он довольно таки интересно смотрится и подойдет для вязания не только летних вещей но и демисезонных также можно связать красивый палантин платье кардиган жилет жакет данную модель жакета я нашла на просторах интернета и хочу с вами поделиться информацией и также видео уроком по вязанию и в конце видео вы можете найти все схемы и выкройку для того чтобы приступить к вязанию жакета кардигана либо жилетом вы по своему уже усмотрению можете трансформировать эту модель также связать ее с удлиненным рукавом рукавом три четверти либо с укороченным рукавом либо вообще без рукава и вас получится красивый жилет также можно связать данным узором пальто летние тоже будет очень неплохо смотреться пряжу для вязания можно выбрать любую по составу прекрасно будет смотреться данной модели если вы свяжете ее из стопроцентного мерсеризованного хлопка или мягкого хлопка также получится неплохой вариант если свяжите из бамбуковой пряжи либо хлопок с бамбуком очень хорошо будет смотреться также жилет жакет кардиган связанные с тонкой пряжи с содержанием шерсти это может быть полушерсть чистая шерстяная пряжа шерсть с акрилом то у меня в данном случае итальянская пряжа здесь 50 процентов альпака 50 процентов него можно связать и стопроцентной шерсти данный вид у меня пряжа кауни и вот такая есть уже бы из меланжевый из пряжи секционного окрашивания здесь хлопок с акрилом тоже будет очень плохо смотреться самое главное конечно подобрать пряжу по метражу связать несколько образцов правильно подобрать номер крючка и уже после того как вы свяжете образцы и выберите наиболее оптимальные тогда уже можно приступать к вязанию образца для того чтобы определиться с количеством рапортов и количеством петель и для того чтобы приступить к вязанию основной вещи сейчас мы с вами разберем принцип вязания узора я вам буду показывать и рассказывать как вяжется один раппорт узора так он очень широкие основа рапорта будем вязать его вместе с вами также научимся читать схему новички начинающие рукодельницы учатся вязать узор отрабатывают технику вязания учиться читать схемы а уже опытные рукодельницы могут воспользоваться всеми материалами выкройки выкройку и схемы вязания я размещу в конце данного видео можно сделать скриншот с экрана и распечатать вязать узор я буду крючком номер два клавер софта страна производства япония и пряжу для вязания демонстрации вязание узора я выбрала хлопчатобумажную для того чтобы вам лучше рассмотреть узор и не было вот это излишней ворсистости в пряжи так как часто в комментариях мне пишут что когда я вижу из шерстяной пряжи то очень сложно рассмотреть узор вот в этот раз я решила вам показать опять же технику вязания узора из хлопка из хлопковой пряжи но это не говорит о том что это летняя модель можно даже связать демисезонный вариант жакета жилета кардигана я хочу вас пригласить на мой второй канал который находится на яндекс дзен название каналами рукоделий творчество вязание на своем втором канале я размещаю творческие идеи мастер-классы также делюсь схемами и выкройками для вязания разместила статью можно посмотреть детально данную модель жакета фотографию увеличивается также здесь вы можете найти выкройку и все схемы есть схема основного узора вот эта схема есть схема каким образом выполнить подрез для того чтобы связать далее рукав в точной есть схема рукава с прибавками и убавками как связать окат рукава и также есть схема каким образом обвязать жакет по периметру и мои советы и рекомендации по пряже и другие сопутствующие материалы я думаю на моем канале на яндекс дзен вам тоже будет интересно подписывайтесь на канал ссылочку на канал также вот эту модель я оставлю в первом комментарии под этим видео проходите по ссылочке и пользуйтесь на здоровье на этом канале я аккумулирую все буду стараться размещать интересные идеи и мастер-классы по вязанию крючком и спицами если у вас нет доступа на яндекс дзен то можете воспользоваться схемами для вязания которые размещены в конце видео они тоже хорошо читаем читаются их можно распечатать сделал скриншот с экрана вязать узор буду вот по этой мини версии схемы так как здесь раппорт очень широкие то я буду показывать принцип вязания 1 раппорта для образца набираем цепочку из 48 воздушных петелек раппорт у нас состоит из 46 петелек в ширину основа раппорта едва ряда высоту набрала цепочку из 48 воздушных петелек приступаем к вязанию 1 ряда набираем цепочку раз два три воздушных петельки петельки подъема провязываю еще 2 воздушных петельки всего связала 5 петелек отступаем от конца цепочки 7 петелек раз два три 4 5 6 7 8 петельку провязываем 1 столбик с одним накидом я буду вязать узор состоящий из столбиков с одним накидом по схеме указаны столбики с двумя накидами количество накидов уже выбираем в зависимости от того какую плотность и ажурность узора вы хотите в итоге получить для более ажурного узора вяжите столбики с двумя накидами как указано по схеме 2 воздушных петельки отсчитываю 4 петельки цепочки 1 2 3 4 в пятую петельку в основании вяжем 1 столбик с одним накидом 1 столбик в следующую петельку цепочки провязываю 2 столбик с одним накидом следующую петельку 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки 1 2 отступаю 1 2 3 4 петельки в пятую петельку в основании вяжем три столбика с одним накидом 1 2 3 3 воздушных петельки 1 2 3 в эту же петельку в пятую в основании провязываем еще три столбика с одним накидом то у нас будет по счету 4 5 и 6 все связали с вами вот такой веерочек из 6 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки отсчитываю раз два три четыре в пятую петельку в основании вяжем 1 столбик с одним накидом следующую петельку вяжем второй по счету столбик с одним накидом следующую петельку вяжем 3 столбик с одним накидом следующую петельку 4 2 воздушных петельки 1 2 отсчитываю 1 2 3 4 петельки в пятую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом связали мы с вами один элемент на схеме это выглядит вот так вот вот этот фрагмент узора мы сейчас с вами провязали это часть раппорта и вяжем раппорт продолжаем взять раппорт он довольно таки большой по протяженности 2 воздушных петельки отсчитываю 1 2 2 петельки в третью петельку цепочки вяжем веерочек провязываем в эту петельку 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки отсчитываю 1 2 3 4 в основании 5 петельки вяжем 1 сту полустолбик с одним накидом 2 петельки на крючке оставляю не довязывая столбик во вторую петельку цепочки провязываем второй полустолбик с одним накидом следующую петельку цепочки провязываем 3 полустолбик с одним накидом следующую петельку цепочки провязываем четвертый полустолбик с одним накидом у меня на крючке 5 петелек соединяя их при помощи рабочей нити в одну 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 петельки в пятую петельку в основании провязываю веерочек из 4 столбиков с одним накидом все четыре столбика вяжутся с одним основанием с общим раз-два-три-четыре две воздушных петельки отсчитываю 1 2 и в основании 3 петельки провязываю 1 столбик с одним накидом связали с вами 1 раппорт раппорт у нас состоит из 46 воздушных петелек начала раппорта вот этот столбик с одним накидом и заканчивается раппорт после вот этого крайнего веерочка второй петелькой вот этот столбик мы связали для симметрии для того чтобы закончить ряд он у нас не входит в основу раппорта а является началом продолжение вязания началом 2 раппорта то есть раппорт у нас от столбика вот этого без учета петель подъем вот вот этот первый столбик до вот этого столбика с одним накидом вот этот столбик мы не включаем в раппорт давайте на схеме покажу значит здесь у нас начало раппорта будет вот этот столбик вяжем вяжем и заканчиваем вот этой петелькой это у нас окончание первого раппорта по такому же принципу вяжите следующий раппорт продолжаете вязать от столбиком с одним накидом и заканчивайте второй раппорт вот этой второй петелькой перед столбиком давайте на вязание покажу для начинающих значит продолжаете вязать раппорт вот этот столбик вы связали и далее вяжите элемент уже после этого столбика 2 воздушных петельки 4 столбика с одним накидом и так далее раппорт у нас состоит из двух рядов продолжаем вязать набираются почку раз два три воздушные петельки петельки подъема далее вяжем 2 воздушных петельки элемент узора разворачиваем вязание на другую сторону связали цепочку из 5 воздушных петель и вершину 1 столбика с одним накидом вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 данный узор вяжется прекрасно прямыми обратными рядами и также можно вязать этот узор по кругу 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек я провязываю 1 и 2 полустолбики с одним накидом следующую арочку цепочки провязываем еще два полустолбика с одним накидом по счету это будет 3 и 4 на крючке у меня 5 петелек соединяю при помощи рабочей нити в одну две воздушных петельки пропускаю 1 2 3 вершину 4 столбика с одним накидом вяжем веерочек из 4 столбиков с одним накидом так 1 2 3 4 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 провязываю 2 полустолбик с одним накидом вершину 3 провязываю 3 полустолбик с одним накидом вершину 4 провязываю 4 полустолбик с одним накидом 5 петелек на крючке соединяю их вместе 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину первого столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом вершину 2 провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием то по счету будет второй и третий столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом 4 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель вяжем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки вершину первого столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием и вершину 3 вяжем 1 столбик с одним накидом 4 набираются почку из воздушных петель 1 2 3 4 теперь в каждую вершину столбика с одним накидом мы провязываем по одному полу столбику с одним накидом либо вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной так получилось мне 5 петелек на крючке соединяю при помощи работе нити вместе вершину столбика с одним накидом следующую вершину вяжем 1 столбик с одним накидом и заканчивая затряд 2 воздушных петельки отсчитываю 1 2 в третью петельку провязываем 1 столбик с одним накидом все связали мы с вами раппорт далее мы вяжем третий ряд по принципу вязания 1 ряда и хочу я сейчас вам показать принцип перехода от 1 раппорта ко второму давайте третий ряд с вами свяжем вместе набираю цепочку из 3 воздушных петелек 1 2 3 это петельки у нас подъема плюс еще 2 петельки элемент узора всего у нас цепочка 5 воздушных петельок вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки 1 2 в каждую вершину столбика провязываем по одному столбику с одним накидом всего должно быть связано 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушные петельки 1 2 вершину столбика с одним накидом вяжем веерочек для начала провязываем в эту вершину за переднюю и заднюю стеночку 3 столбика с одним накидом 3 воздушные петельки 1 2 3 и в эту же вершину вяжем еще три столбика с одним накидом у нас по счету 4 5 6 2 воздушные петельки 1 2 в каждую вершину столбика провязываем по одному столбику с одним накидом провязали 2 воздушные петельки и вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петельки вершину первого столбика с одним накидом вяжем веерочек из четырех столбиков с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушные петельки 1 2 и теперь в арочку цепочки из двух петелек мы провязываем первый и второй столбик с одним накидом как полустолбики далее в следующую арочку цепочки мы вяжем еще два полустолбика с одним накидом это у нас будет 3 4 по счету 5 петелек на крючке соединяю их при помощи рабочей нити в одну 2 воздушных петельки отсчитываю 1 2 3 4 вершину 4 столбика провязываем веерочек вяжем 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки 1 2 отсчитываю 1 2 2 петельки и в основании 3 петельки она же петелька подъема провязываю 3 петелька вот от начала предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом все мы связали с вами 3 ряда далее для того чтобы продолжить вязание вы перематываете видео на начало вязание 2 ряда и вяжите все время со 2 по 3 ряд раппорт нас состоит из 46 петелек в ширину и 2 ряда высоту давайте еще раз хочу с вами разобрать основу раппорт а вот я закрепила маркерами первая петелька раппорта в нее мы провязали столбик с одним накидом это начало раппорта и заканчивается раппорт там где установлен бирюзовый маркер то есть перед столбиком крайним с одним накидом и повторяете дальше вязание от оранжевого маркера до бирюзового связала я образец узора таким образом смотрится лицевая сторона узора это у нас с вами один раппорт всего лишь вот такой широкий получается и так выглядит изнаночная сторона если вязать узор по кругу то будет очень интересно смотреться красиво столбики все будут ложиться ровненько я вязала узор столбиками с одним накидом если вы хотите более ажурное полотно то можете изменить количество накидов и связать столбики с двумя с тремя накидами край у вязаного полотна будет неровный немножко такой вот волнистый зубчатый если связать из пряжи из пряжи летней серии то у вас получится красивый нежно ажурный жакет может считать жилет летнее пальто кардиган кофточку либо топик пряжи для вязания может быть стопроцентный мерсеризованный хлопок мягкий хлопок это летний вариант и также вы можете выбрать любую другую пряжу по составу ну чем тоньше пряжи по метражу тем у вас нежнее ажур не будет узор чем толще пряжи то будет конечно узор более грубовато смотреться все нужно конечно подбирать каждый узор под каждый узор тип пряжи по составу и метражу обязательно нужно вязать образцы чтобы правильно подобрать пряжу для того или иного узора давайте покажу вам узор поближе это изнаночная сторона и лицевая сторона вяжется очень быстро всего два ряда не сложно осмотрится на мой взгляд довольно таки неплохо здесь два ажурных вертикальных элемента виде дорожек листочки и ажурная мережка такой узор он зрительно уменьшает зрительно удлинять силуэт и делать фигуру стройнее а я с вами не прощаюсь жду вас завтра на очередном мастер-классе с вами была елена ирмина всем пока пока до новых встреч на моем канале субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok